Новенькая газовая труба на сельском доме культуры. Она ведет в современную котельную. Это дистанционный пульт управления, с помощью которого диспетчер, находясь в Анапе, может узнать, увидеть и понять, какая проблема или поломка произошла у нас здесь на котельной. Заведующее хозяйством показывает автоматику. Если пропадет электричество, то специалисты не допустят замерзания системы отопления. Необходимую мощность рассчитали газовики, исходя из общей площади здания и возможных температурных минимумов. До этого тепло брали с котельной соседнего детского сада. Были дни, когда ее мощности едва хватало на два объекта. Причем в приоритете был детский сад. Этой весной в городском управлении культуры решили, что автономность необходима. В двух десятках кружков и клубов по интересам здесь занимаются около 600 селян. Общая стоимость проекта, начиная с подвода газа, заканчивая монтажом системы, порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей. Деньги выделили из муниципального бюджета. Проектирование началось уже в мае текущего года. Лето и осень для всей администрации Дома культуры, начиная с директора, выдалась горячим. Ничего легкого вот так вот прям наготовят. Вот мы захотели и нам все быстренько сделали. Естественно, ничего такого не бывает. Но благодаря стараниям Марины Борисовны, начальника управления культуры, главе Гайкадзорской администрации Артура Владимировича Маркаряна, все двигалось в очень таких быстрыми темпами. Новый год! Новый год! Елена Кулакова преподает вокал в Гайкадзоре около шести лет, примерно треть от общего стажа. Только что новую систему отопления запустили на полную мощность, чтобы помещения прогрелись необходимо время, и этого момента здесь ждали с нетерпением. Мы каждый раз на занятиях включаем только электрический обогреватель, который по возможности может быть, ну чуть-чуть разве что, сделает теплее воздух. Сегодня в Доме культуры полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Детей и младших классов, а также воспитанников детских садов будут ждать на утренниках. Также продолжается масштабный ремонт в Доме культуры села Юровка. Участники творческих коллективов пока занимаются в местной библиотеке и актовом зале школы и с нетерпением ждут возможности опробовать новую сцену. Александр Ребека Михаил Григорьев, Анапа. Регион.